Девушки отдыхают 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 Андрей Бартенев признанный мастер перформанса, чья слава уже давно докатилась до галереи подиумов Лондона, Нью-Йорка и Парижа. У настоящего художника вся жизнь театр, а тем более день рождения. КОНЕЦ 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 Искусство в комбинировании и как бы искусство в строении, да, вот в неожиданном строении. Например, там тебе говорят, завтра у тебя съемка, и ты раз там думаешь, раз в руку запускаешь, вытаскаешь, а это, это, пакистанская паранжа. Ты думаешь, вот фигня, что это такое, что с этим делать? Вот одеваешь эту паранжу, раз в другую руку запускаешь, а там значок АББА. И раз сюда, значит, значок АББА, и все, имидж готов. Паранжа и значок АББА. Все, больше ничего не надо говорить. Твою одежду в определенной среде понимают, другую, это очень интересно. Как на тебя реагирует? Где ты агрессию вызываешь? Друзья, я вам могу сказать, что мне неинтересно, какова реакция. А нет, а вот нам интересно, как на тебя реагируют. Нет, ну ты, нет. Я вам понятно, да. Могу вам сказать, это не тайно. В Москве реагируют очень плохо. Если вы идете по улице, люди стараются, если вы прям безумно, у вас за вами волокутся какие-то там ремни с бутонами цветов, люди просто от вас будут шарахаться, закрывать глаза и бежать. Это совершенно, это такое, как бы, ты как будто бы исчадия, не знаю, какой-то бубонная чума. У меня в 87-86 году был тоже такой экспириенс, я думал, что я анархист и панк. Я носил ирокез, крашеные хвости, ходил в коричневой форме и какой-то имел активную жизненную позицию. Почему-то каждый проходящий считал своим долгом сунуть мне в репу, но как бы не сказать. Ну вот если говорить про Москву, то совершенно ничего утешительного нет абсолютно. Поэтому я стараюсь одеваться, когда, если у меня нет какого-то спецзадания, то я... Это задание какого-то с неба, то я, значит, одеваюсь очень демократично. Я люблю хлопок, поэтому и здесь, когда уже ты вот в эту демократию в такую вот переходишь, совершенно неважно, какой лейбл, там он стоит ли нацать долларов или же он стоит сотни долларов. Совершенно. А ты не предлагали... Чем дешевле, тем лучше. Антон, тебе не предлагали быть стилистом в кино, стилистом на телевидении? Это же зимой этого года мы сделали в Гамбурге для такого кооперирования Гамбургская государственная опера и такой большой культурный центр Капнагель в Гамбурге. Мы сделали золушку Питера Максвелла Дэвиса, и я делал костюмы. Сценограф был из Югославии, ой, нет, не из Югославии, а из Хорватии. И режиссер был из Хорватии, хореограф из Гамбурга. Значит, 50 детей актеров на сцене, 35 детей, симфонический оркестр. Прекрасный, замечательный дирижер, значит, Гамбургского оперного театра. Была очень серьезная работа, было невероятно интересно работать. Я пригласил Сандру Страукайта из Литвы, из Вильнюса. Работает вместе со мной. И получился очень интересный проект, на мой взгляд. Было ужасно сложно, потому что это две категории, две группы детей, 25 и 25 человек. И они, например, один костюм на, значит, один мальчик 7 лет, а в другом, значит, составе девочка 12 лет. И дети растут каждый день. Нет, дети просто разные. И костюмы надо было сделать так, чтобы они хоть как-то прилично смотрелись на разных вот этих вот детях. Лицо заведения, обслуживающий персонал. Все чаще владельцы ресторанов и клубов заказывают известным российским модельерам дизайн формы для официантов. Когда придумывается форма для персонала, в большей степени учитываются такие технические моменты. То, что надо сильно эксплуатироваться, то, что нужны какие-то особенности по там специфике, там, или у кого какой-то определенной длины, или количество карманов. Поэтому здесь, с одной стороны, как дизайнер ограничен своих возможностей, но, с другой стороны, вот именно эта компиляция этих условностей, она и позволяет сделать что-то интересное. Ресторан в старорусском стиле, с интерьером доходного дома. И, соответственно, вся форма – это такой вот горничный, слуги внутри такой усадьбы купеческой. Это узбекский ресторан с очень тоже таким театральным дизайном внутри, с разными залами, где есть там и танцы живота, там, есть и городская площадь. И все это тоже как бы подчинено, как бы в костюме нужно тоже учитывать. Это более такая современная, да, территория, где, несмотря на то, что это была огромная терраса на берегу Москвы-реки, владельцы хотели, чтобы персонал был нейтральный и хорошо виден в темноте. Меня Восток преследует всю жизнь. Ну, мало того, что я делала спектакль «Мадам Батерфляй» оперу, «Мадам Батерфляй» балет, «М Батерфляй» с Виктюком. Это первый мой опыт. Я это восприняла как предложение сделать спектакль, в общем-то. И я и делала это так, как я делала бы декорации для восточного спектакля. Там есть такое сочетание традиционных восточных вещей с абсолютно современными технологиями. Главным было, как всегда, найти какую-то концепцию, потому что, если это не концептуально, то это неинтересно. Русские красивые, ну, европейские, во всяком случае, красивые девушки, и они как бы хозяйки. И у них вот эти восточные мальчики – это их слуги. Я боготворю работу в промышленном масштабе. На самом деле, я бы не назвала свою работу в традиционном понимании этого слова в промышленном масштабе, потому что я произвожу вещи в limited edition. На сегодняшний день масс-продакшн, в традиционном понимании этого слова, я считаю, полностью изжило себя, потому что никому не хочется одеваться так же, как и все остальные. И было бы странно, да, если вложиться в дизайн, типа, сильно попасть на повара и очень напрячься, чтобы пиар был хороший, да, а там какой-то лох, даже если он хорошо обслуживает, типа, в своем, да, это странно, либо вот в этой, как бы, пресловутой классической униформе. Я еще раз внимательно пошла на вечеринку в этот клуб, провела время, заказала там пару безалкогольных коктейлей, немножко потанцевала, но я уже так особо не тусуюсь. И просто почувствовала, что все должны сливаться с интерьером клуба, они в изоляции, не надо особо сильно тут со своими дизайнерскими идеями ломиться. И вот где такая же структура, где чиновники-господа, там, короли и все, и судьбоносные какие-то чакры, вот они будут издеваться над вами, будет любой повод дойти. Я помню, нет, у меня огромное количество негативных историй на Западе, которые вот именно, когда я встречаешься вот с такими вот, там, например, в Нью-Йорке, в аэропорту, которая там бегала одна темнокожая, какая-то там с агридатой, и кричала, когда надо мной издевались люди с автоматами, найдя у меня ножницы, она прибежала, и пичуя у меня пальцем, кричала, да, я видела, как он специально перепрятывал ножницы. Я просто, говорю, был в шоке. Если бы не эти автоматы, которые на меня направлены, я бы, конечно, там, за волосы бы ее дергал бы. Если вы перейдете между Шанхайом и Пекином, я ножницы отдельно сдавал в мешочке в багаж. Ну, это хорошо. А я сейчас, когда летела из Испании в Москву, я узнала, вспомнила, что мне ножницы, и, ладно, шикарные ножницы дарю, подарила. Боялась, что только у меня будут тоже шманы. Ну, это глупо, потому что, например, можно в конверте отправлять на тот адрес, который вам вы укажете там. Ножницы? Ну, конечно, что, пусть они все приготовят маленькие коробочки, конверты, и просто вы подписываете, на какой адрес отправите, там, например, в Нью-Йорк. Я даже знаю, на какой адрес. Отправляешь, и все, и почему нет? Это же их проблема, что они не могут сделать, построить конструкцию этих самолетов так, чтобы они не взрывались там, не теряли управление. Это не наша проблема. Я тут, да, вот опять про самолеты. Я уже многие годы говорю о том, что дизайн и конструкция всех самолетов, которые летают в последние 20 лет, они просто летающие гробы. И они сделаны и сконструированы так, чтобы все люди, которые летят в нем, сто процентов заложники, мертвецы. Почему? Почему? И что уже все сознание людей и конструкторов, которые занимаются авиастроением, давно придумало и спроектировало летательные аппараты, в которых люди, даже если самолет гибнет, люди остаются живы. Но никто этого не пускает в производство. Да, я слышал. Я слышал об этом, да. И вот когда было 38 градусов, вот мой этот перелет в Нью-Йорк из Лондона, и самолет не мог взлететь, потому что были перегреты все моторы, они пригнали какие-то машины, которые охлаждали моторы. Мы сидели полтора часа в салоне, в котором уже было 38 градусов, и я понял, что лампы, которые светят над нами, они просто как печи. Они просто настоящие печи. И у меня есть приятель, вот Катя Бочевар может про него рассказать, Ваня. И они уже несколько лет назад разработали лампы холодного свечения, то есть они вообще не нагреваются. Я прилетел в Нью-Йорк, и ему говорю, Ваня, что же это у вас такой огромный рынок? Все самолеты просто, они там как... Ты сидишь как в печке. Здесь там мерзнут самолеты. Нет, вот эти вот, если это, не дай бог, отключена... Я специально беру шоссе на носки с собой. Ну, дотронься до этой лампочки, если у тебя будет просто ожог первой степени. Они говорят, ни в коем случае не дотрагивайтесь до этих ламп. Какой у тебя фантастический, драматичный взгляд на это. Если, например, разрывается самолет, и эти лампочки падают на тела, все, человек просто испекается. Не от разрыва там не сгорел, а просто он спекся, потому что на него упали эти лампочки. Я говорю, Ваня, почему вы не меняете лампочки в самолетах? Они говорят, мы выходили, на государственный уровень с этим проектом, ни одно государство не может это осилить. В Москве прошла необычная акция. Целую ночь двери известных московских галерей были открыты для посетителей. Посмотрим, понравилось ли любителям современного искусства и идеи под покровом темноты потреблять прекрасное опрес. Субтитры создавал DimaTorzok Не секрет, что в принципе подобного рода мероприятия не существуют в самых ведущих столицах мира. Мне, как человеку, мне это очень интересно, и я надеюсь, что и всем присутствующим это интересно. Я очень рада, что вот этот вечер, эта ночь, она дает возможность многим людям просто как бы немножко присоединиться к тому странному искусству, которое мы выставляем. Когда это подается, как такая, наверное, ночная прогулка, когда это не подается в режиме обязательности, закрытости и чопорности, это легко, это необычно, это неожиданно, это интересно. Мне всегда казалось, что искусство надо смотреть ночью и в галереях, и в музеях, и где бы то ни было. Далеко не всегда, к сожалению, удается такую возможность себе организовать. Нет, это совсем не галерея, но на самом деле мне это место напомнило очень музейный магазин. Конечно, книжки, иногда одежду и очень много вот всякой такой дизайнерской мишуры. Вот это все здесь есть. Мы получили удивительное удовольствие от всего происходящего в данный момент в этом прекрасном заведении. Это тоже наш результат работает. Конечно. Я московский художник, но 10 лет прожил во Франции, притащил с собой культурного атташе по культуре Франции. Короче, мы нигде ничего не успеваем. Только успели, мы в галерею Гельман. Мечтаем посетить еще другие галереи, так что поехали. Сама идея замечательная. Удовольствие для зрителей, классные декорации. И это не просто приятно, это интересно очень. Хочется же ведь всегда какого-то невероятного такого праздника, тусовки. А нас в последнее время, по-моему, все больше приучают к типу экскурсий, как в советские времена. Лампочка, которая была самой первой, которую сделали, которая зажглась, которая светится от электрического оттока, она работает и не перегорела до сих пор. Ну это все понятно, это мы знаем все эти фокусы, что лампочки специально там делают, чтобы они перегорели. Нет, а колботки для женщин, чулки, они можно сделать, чтобы они не рвались. Но специально в каждый чулок закладывается доля брака. Вирус, закладывается вирус, чтобы сломаться. Ну это совсем понятно. Всех поразил вирус такой легкой паранойи, которая нас окружает. Понимаете, у меня нет никакого специального заказа внутри. У меня просто есть какое-то такое нормированное удовольствие. Если этого я не делаю, у меня бывают такие заскуки. Все, я сейчас весь черный, у меня мало черной обуви, у меня мало черных брюк, у меня вообще нет черного верха. Меня хватает на три дня ходить в этой одежде. То есть, например, в неделю три раза я могу одеть это, или в месяц три раза. Все-таки некомфортно, все-таки мне скучно, как мне невероятно скучно. Я прилетаю в Москву, прихожу на какую-нибудь пати, думаю, боже мой, это же невозможно смотреть. Какие они все, они одеты как рабочие, на шахте. Скажи, Андрюш. Ну, Тхо Капиталин. Дизайнер Мария Коткова при помощи современных дизайн-программ может не только спроектировать интерьер, но и создать шубу из зеленого кролика. В данный момент занимаюсь тем, что глажу зайца, создаю интерьерные дизайны, ну и, естественно, сохраняются прежние занятия. Это занятия дизайном плоским, то есть полиграфической продукцией, всякого рода картинками. Вражды мы стали очень сильно интересоваться своей жизнью, поэтому возникли направления, связанные с интерьерным дизайном, имеем в виду нашей деятельности. И в связи с этим приходится реализовывать мечту каждого человека на этот дом, какой он хочет. Мы создаем ему 3D-модель его будущего дома, насыщенного разными вещами. В связи с этим приходится очень активно изучать рынок компьютерных программ. Есть встроенный модуль, который называется мехогенератор. Эта программа позволяет нам создать мех не просто набор неких волосков, но волосок, абсолютно сохраняющий все свои биологические качества. Также эта замечательная программа дает нам возможность создать различные текстуры. То есть вот кролик, например, мы его создаем вот таким, как он и есть, меховой, вдруг мы захотели его сделать тигровым или пикнистым, как леопард, или зебра. Совершенно спокойно можем его раскрасить. Самое хитовое применение этой программы – это последний фильм из Стюарт Литтл. Там, где замечательные мыши, птицы, все они созданы посредством использования вот этого мехогенератора. Ну и самый хитовый, последний сюжет – это «Пираты Карибского моря». Там мы видим волшебные превращения, там, где вода. И там, где вот эта знаменитая мартышка, при переходе из света в тень, она превращается в скелетик. В современном дизайне можно обнаружить две диаметрально противоположные тенденции. С одной стороны, это стремление к натуральным материалам, когда все страстно желают найти новые и необычные, сделанные где-нибудь в лесах Амазонки, в пустынях Африки. А с другой стороны, существует абсолютно противоположное направление, стремящееся идеологически к тому же, то есть к натуральности, но искусственно созданное. И мне кажется, что на каком-то этапе эти две тенденции сольются. То есть, может быть, компьютерные технологии и технологии создания вещей и материалов будут настолько совершенными, что мы сможем создавать то, что мы хотим. Не искать это у природы, потому что очень часто бывает довольно сложно, а может есть мысль, и мы хотим ее реализовать. Когда я пришла на тот вечер, где устраивался перфоманс, то она... Это была альтернативная мисс Мира в Лондоне, в театре, в 95-м году на сцене был Марк Алман, там сидели Диран Диран в жюри, этот, там, Дэвид Хок. Ты выиграл мисс Мира? Я второй, да, второй приз у меня был, альтернативный вице мисс Мира. Вот такие вот люди живут в нашей столице. Так я самое поразительное, я встретил этого директора Royal Academy на ужине вот Давича в Лондоне, и он вспомнил всю эту историю, и он так ржал, и сказал, это вы, мисс Раша, супер! Я боролся, чтобы вам дали первое место! Вот он меня очень обрадовал. А где там, тебе, по-моему, дали такой палантин, да, что-то такое? Нет, ну я ему тут же рассказал, да, мне дали палантин, но я тут же ему рассказал историю, говорю, а вы что, разве меня не помните? Мы с вами встречались на, у вас на выставке Пикассо, была керамика Пикассо, у вас была большая выставка, я пришел в музыкальном головном уборе, и мне играл из головы фортепианный концерт Шостаковича. И вы меня выставили с открытия, и на следующий день лондонские газеты написали, что такой-то русский художник был выставлен просто с открытия выставки Пикассо, там. И он сразу же помрачнел. А что за шапочка такая? Ну, вот такая огромная головная упора, там два динамика и вмонтированы еще плееры. Ну, шару еще дать, на, вот сейчас вы видели это НТВ, на. Чтобы он вышел. На панели, надо, да. Наш адрес в интернете тройной w.ntvdesign.ru Субтитры сделал DimaTorzok